Есть очень удобный инструмент для визуализации движения объекта по треку. Этот инструмент называется проигрыватель треков. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, мы должны построить треки. То есть проигрыватель может воспроизвести имеющиеся треки. Треки можно построить либо из панели треки, либо из сообщений объектов, либо построив отчет, в котором есть таблица поездки. В данном случае мы воспользуемся треками, построенными из панели треков. У нас два трека. По объекту Case и по объекту Vector. Давайте выберем трек по объекту Case. Зададим ускорение. Потому что проигрывать трек в реальном времени, это значит потратить ровно столько времени на его просмотр, сколько объект потратил на совершение движения. То есть в реальном времени. Но для того, чтобы быстро посмотреть трек, надо выбрать какой-нибудь временной масштаб, ускоряющий проигрывание. Я выбрал ускорение два часа в одной секунде. Обращаю ваше внимание на то, что при проигрывании трека можно пронаблюдать показания по объекту через различные параметры в соответствующих панелях. Есть панель информации, есть панель параметров, которая отобразит значение параметров в каждой точке трека. После того, как мы выбрали трек, настроили визуализацию, можно его запустить. Объект начинает двигаться. Объект начинает двигаться. Визуально отображая на экране действия, которые он совершал в определенное время. Обращаю внимание на то, что панель информации отображает информацию по каждой точке трека. В соответствии с движением объекта. Объект начинает двигаться. Также динамично меняется информация по параметрам. Посмотрите, какое количество параметров мы можем контролировать на объекте. Не все из них в данном случае информативны, потому что имеются и нули. Но, тем не менее, возможность контроля других параметров имеется. Объект подходит к последней трети обработки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...